Здравствуйте, я Маша Ефросинина. И мой сегодняшний гость молод, богат и знаменит. Он с легкостью пародирует любую личность. Ему идет любая маска. Но сегодня он абсолютно впервые говорит о себе. У меня в гостях телеведущий и пародист Александр Скичков. Привет, Саша. Привет, Маша. Не надо оваться, ведь я такой же, как вы, не только генеальный. Почуття гумора. Это именно то, что прославило Александра Скичка на всю Украину и за ее межами. Нет, ну ты не сорок, что ты стесняешься, ты подиви. Я перед тобой такой, как я есть. Лешко мой фаворит в твоем выполнении. Та який зворотний бік мает политическая пародия. Я изначально не знал, что я Лечок Назарбаев. Это был шок для меня. Я понял, что после этого я могу делать все, что угодно. Я могу вести любое мероприятие. Вишиванка, соломяный бриль и песни про сало. Чому Саша соромится своего співочного минулого? А місто, місто, это уже не село. На вечер треба лишь одно, одно. И кому завдячует свою телевизионную карьеру? Я всю свою жизнь знал, что я буду экономистом. Чому, когда мова идет про свою родину, посмешка зникает из его уст? Батька, я умовляла, чтобы день не давит на него. Он критикует тебя и сейчас. Да, это мой панель. И чому он четыре роки приховывал свое шаленое кохание? Было бы ложью сказать, что ваша пара – это страшная совместимость. Впервые на украинском телевидении Олександр Скічко откроет историю своего таемного кохания. Человек, с которым я хотел создать семью, человек, с которым я хотел иметь детей. Я был уверен в этом человеке. Довожу-то до твоего сведения сходу и сразу, что ты самый молодой герой программы «Откровенно». Самый молодой. Мне приятно и одновременно страшно. А почему страшно? Ну, потому что, когда приходит человек, у которого есть багаж, опыт, и первое дело начинается – ну, у тебя за плечами три развода. Да. Конечно же… Сразу есть где разгуляться. Да, есть где разгуляться, есть о чем поговорить. У меня опыта меньше, но как бы это и плюс. Я считаю, что опыт – это то, что приходит в любом случае. У тебя кое-что есть. Я предлагаю говорить на чистоту то, что есть. Тебе 24 года. Но, тем не менее, ты сидишь уже в этой студии, и я беру у тебя интервью. И мне это даже интересно, потому что еще несколько лет назад мы с тобой сидели в студии «Подъема», и ты брал интервью у меня в качестве молодого, совершенно сочного. Такого зеленого еще. Да, да, да. И, собственно говоря, вспоминая все вот эти мои представления о тебе, конечно, я должна признаться, что тогда вот у меня уже сложилось впечатление при первой встрече, что у тебя очень большие амбиции. Профессиональные. Есть такое. Тебя уже представляли как человека с определенными достижениями, как пародиста. Давай вот с этого начнем. У меня есть небольшая нарезка твоих пародий. Кстати, в нарезке оно смотрится весьма любопытно, интересно. Думаю, тебе же будет тоже интересно посмотреть. Давай. Здравствуйте, меня зовут Дима Каляденко, и в эфире программа «Каляден Калиев». Я обещаю, что пребываем. Поверьте моему пятеречному досуду, эта схема абсолютно не работает. Да, мне кажется, познакомились с мужиком, но с виду нормальный, с Европы, не Евровидения, такая борода у него, ну что, я думаю, нормальный мужик. Я его знаю, наверное. А он, знаешь, оказался кончитый. Золотой голос, всенародный артист, натуральный блондин Николай Васков. Здравствуйте, любимые мои. Не нужно аплодисментов, спасибо. Подумаешь, что я не смогу позвонить, а тебе не закажешь, или сказать, что нужно заплатить за человека, человека, который будет вот так вот без ими, да просто погибнуть из-за каких-то людей. Надеваю очки, вот тебе и лезь, и не отличишь. Не надо оваться, ведь я такой же, как вы, только гениальный. Спасибо. Ну круто. Это весело, это очень круто. Ты молодец. Лешко мой фаворит в твоем исполнении, и Закашвили. Ну просто это ближе до тебя, я так понимаю. А, почему это? Ну как это, почему? Ты тут, я тут, мы тут. Ты понимаешь, почему, или не понимаешь? Это очень круто, правда. Я когда смотрю, мне не хочется, чтобы ты останавливался. У тебя так это получается. Но все-таки пародия, это такой жанр, перевоплощение. Вот мы когда делали шоу «Маст Го Он», мы уходили от слова «пародия». Мы называли это перевоплощение. А вот ты делаешь чистой воды пародию. То есть ты делаешь, настолько клево имитируешь. Это не совсем повторение. Пародия, это даже не имитация. Пародия, это когда ты стараешься сделать этот образ смешным. Он в любом случае должен быть смешным. То, что Олег Лешко, он похож, и он смешной. Дело в том, что сам по себе, этот человек, когда он где-то выступает, если послушать его цитаты, то у тебя автоматически появляется улыбка на лице. Пробували ей и целовали. Николи. Я тебе пропоную стать первым номером в моем списке. У меня, ну, взагалі, было бы добре, якби зібрати всю «Виагру». От, представь, ты первый номер, значит, Брежнева второй, Седакова третий, ну и Мейхер. Ну, а ты ж розумієш, что вона не четвертый, вона тверда пятерочка. Для меня пародия, это не просто повторение, когда вот похоже. Вот Саакашвили, это персонаж, который в последнее время очень нравится людям. Вот, ну, я понимаю, почему, потому что этот персонаж актуальный, его никто не делает. Он одиозный, он все провоцирует, да. Но, ним, например, очень сложно шутить. Вот шутки на него написать, потому что человек такой, во-первых, у него слишком много плюсов, и ты начинаешь разбирать, у него должны быть какие-то изъяны, ты должен понимать, на какую тему шутить. Саакашвили сложно это сделать. Да, он одиозный, он эмоциональный, и ты это видишь, ты это делаешь. Ну, это такая одноразовая акция. А чтобы продолжить дальше вылететь этот образ, это вот сложно. С Ляшко совсем другая история. Ну, это кладезь просто. Вот хочешь, мы можем провести с тобой диалог, и нет. Если ты хочешь взять в меня, интервью можем спробовать. Ты понимаешь? Не, ну, ты не соромся. Что ты стесняешься? Ты подиви. Я перед тобой такой, який я есть. Не вірю. Кто? Я не вірю, чтобы... Не віришь? Нет. Ты не віришь, Ляшко? Ты тем дармоидам держи мордом не віришь. А Ляшко треба вірить, ибо это единственная честная людина, которая скажет правду. А ты знаком с ним? Не знаешь его впечатления от твоих породий? Неоднократно, вот, кстати, было интервью Кати Асачи, и она как раз показывала видео Олегу Ляшко, вот говорит, вот есть такой молодой, талантливый, на что Ляшко вспомнил какую-то историю с детства и сказал, что, ну, вы знаете, мне не нравится, молодец, хлопец, так хорошо это все рассказывает. И я не ображаюсь, честно говоря, потому что, знаете, как сказала моя бабуся, если тебя называют котелок, то нехай называют, а бы только называли. Но я с ним не знаком. И, честно говоря, я даже не знаю, я хотел бы с ним познакомиться или нет, потому что обычно, когда ты встречаешь человека, который ты пародируешь, он никогда не согласен с тем, что ты делаешь. Это не похоже. Это не похоже, вот. И, может, если бы я спросил Ляшко за кадром, может, бы он сказал Тарасу Залинсу, то что вы рассказываете, я же не такая людина. Ну что, я что такое роблю, я же так не роблю. Все-таки политики как-то доминируют, да, в твоих пародиях? У тебя не было каких-то случаев, когда тебе высказывали свое недовольство, угрозу, не дай бог, просили больше этого, а больше этого не робить? Ну, насправьте. Да. Как бы подзвонили, мне было бы души прием. Вот, как бы такие люди подзвонили, а лишь страшно одночасно. У меня был случай, когда я выступал на мероприятии, это был один чиновник, и человек имел отношение какое-то к суду, это было два года назад, были как раз выборы, в субботу день тишины тогда был. И я пародировал как раз Олега Ляшко, он при мне, потом говорит, очень круто, классно, подожди, сейчас позвоню. Он набирает Олега Ляшко, говорит, Олежа, я что-то не понял. А что это ты тут занимаешься агитацией на Бориспольской трассе? Это же как бы день тишины. Ага, я понимаю. А бывает так, что тебя приглашают именно потому, что, например, этот политик будет в зале, или он, не дай бог, именинник? У меня было мероприятие, где заказывали не потому, что этот человек находится в зале, а потому, что этого человека конкретно не любят. И над ним хотели вообще посмотреть, пошутить, посмеяться. Ты дал жару. Судя по тому, что я здесь и я жив, я надеюсь, что я удовлетворил их. Можешь нам рассказать на мероприятиях, каких высокопоставленных политиков тебе приходилось выступать? Это достаточно высокопоставленные политики. Но, Маш, я думаю, если бы я задал тебе тот же вопрос, ты бы мне не ответил. Спокойно расскажу. Вела все дни рождения президента. Я понимаю, что они все уже уехали. Нижние, которые остались и живут нормально. Я вижу, всех президентов практически. Ты работал у Назарбаева на дне рождения. Да. Вообще, это мероприятие, это был шок для меня. Я изначально не знал, что я лечу к Назарбаеву. Мне говорят, есть мероприятие в Казахстане. Ну, не вопрос, хорошо. По прилету в Казахстан мне сообщили, что я, украинец, говорящий на русском языке, веду в Казахстане китайский Новый год. Кто, как не ты, китайский Новый год. как не я, да. Я знаю, что в финале был выбор между винокуром и мной. И у меня был небольшой просмотр, когда у меня там приходил министр культуры, мне делают просмотр, и он отсматривает, что будет происходить. Я там говорю, вот эти пародии, он говорит, все хорошо. Единственное, вы должны понимать, что если в определенный момент вам как бы скажут, спасибо, вы не обижаетесь. Это нормально. Может, настроение не то, может, всякое. Обожаю такие моменты. После этих слов я очень боялся. У меня забрали там телефон, какие-то элементы техники, это все как бы на металлоискателях забирают. Но это действительно мероприятие очень высокопоставленного человека. Самое сложное было собраться, потому что... С мыслями, да? Вот как, как, что значит собраться? Собраться с тем, чтобы твой голос не дрожал и не заикался. А чего боялся? Это не президент Украины. То есть одно дело, работать у президента Украины, другое дело, работать у президента Казахстана. Как это работает? Это же какая разница? Там можно подойти по плечу, похлопнуть, что ли? Ну, есть же разница между демократией и монархией. И ты в другой стране находишься. Другой менталитет. Это вообще все по-другому. И что самое было такое очень страшное, когда мне сказали, мы не знаем, сколько будет длиться мероприятие. Как не знаем? У меня есть определенное количество программ. Я же шутки не на ходу генерирую. Да, какая-то есть импровизация, но, конечно, есть программа. В какой-то момент мне говорят, ну, давайте еще. А я понимаю, что еще уже все. Дальше пошли анекдоты. Я начал рассказывать анекдоты. Причем я не знаю, где тонкости, грань, пошлый, не пошлый, хороший, смешной, не смешной. Все, что знаю, все в кучу. 80 туда, в ту сторону. Мне 22. У нас разное чувство юмора. Ты в Казахстане ведешь китайский Новый год. Я веду в Казахстане китайский Новый год, да. Я уже импровизировал и нашими политиками, и русскими. Я помню, когда я вышел, я понял, что после этого я могу делать все, что угодно. Я могу вести любое мероприятие. Здорово. Пародия. Почему пал выбор именно на этот жанр? У тебя был уже на какой-то момент записан сольный альбом. Ты пел и выступал. Ты весьма неплохо, кстати, поешь. Почему как бы ты свернул с этого пути? Я считаю, что я пою не сверхъестественно. В этом нет никакой изюминки. Я уверен, что так как я пою, поет еще миллион людей в нашей стране. То есть, чтобы ты стал певцом, ты должен петь, не знаю, как Андреа Бачели? Неплохо. Или луча на повороте. Ты поэтому брал частные уроки Владимира Гришко? Да, в какой-то степени. Я хотел научиться петь лучше, но я очень прагматичный человек. Я очень рациональный человек. И когда я пел, я понимал, что это хобби. Я не буду этим заниматься. Я не буду никогда... А почему ты тогда пел, Саша? Во-первых, мне нравится сцена. Во-вторых, я люблю петь. Но я не считаю, что люди должны слушать то, что я пою. Я считаю, что я этого не заслуживаю. Соответственно, тебе просто хотелось попасть в публичное поле. И за счет чего? За счет пения, выступления, игры на саксофоне или уже пародий, к которым ты позднее пришел, уже было неважно. Ты начал этот поиск. Я всю свою жизнь знал, что я буду экономистом. До второго курса. Пока я не начал пародировать, пока я не пошел на Украину, мои таланты. Когда это переросло на другой уровень, тогда я поверил, что это возможно. Папа настаивал, чтобы ты учился до второго курса на экономическом. Папа настаивал, чтобы я учился и дальше. Я закончил университет, у меня есть высшее образование. Для меня это было очень важно доказать, ну не то, что доказать, не подвести, наверное. Кого? Папу? Конечно. Мой папа в 11 классе пришел и сказал, сыночек, песни это хорошо, сцены это прекрасно, но нам надо поступать в университет. И ты должен поступить на бюджет. Тебе не хотелось ему сказать, пап, а я хочу по-другому. Если бы я верил в то, что я могу быть в творчестве, если бы я верил в то, что я буду певцом, я бы наверняка учился в эстрадно-цирковом училище, либо в каком, в академии. Я не верил в это. А ты вообще чего-то хотел в тот момент, когда он тебе сказал, поступаешь на экономический? Я знал с 6 лет, что я буду экономистом. Тебе так говорили? В моей семье только экономисты. Папа экономист, брат экономист. Я слышал разговоры про какие-то кредиты, депозиты, про финансовые потоки, про экономику. Я в этом разбирался. Я в 14 лет прекрасно понимал, почему у нас курс доллара идет вверх или вниз. Я знал, что я буду экономистом. Ты сейчас можешь сказать, что все, собственно, что привело к сегодняшнему дню в большинстве своем, это то, что решал за тебя папа? У нас не было конфликтов на почве того, что я хочу вот это, нет, ты будешь делать это. А мне кажется, ты немного обижен на него. Мой папа очень сложный, очень несложный, наверное, очень строгий человек. Мой папа человек с жесткой дисциплиной. Мой папа не человек, который баловал. Всегда учил экономии, очень жесткой и правильной. И я прекрасно помню времена, когда с 1 по 11 класс, даже тогда, когда я уже работал и выступал на сцене, я получал 2 гривны на то, чтобы я мог покушать в школе. Это была школа, где учились такие дети, достаточно богатых людей. И у них могло быть 20, 30, 50 гривен. А у меня было 2. Как папа объяснял такую, я бы сказала, жестокую экономию? Больше не надо. И я за эти 2 гривны я мог сэкономить. У меня был такой шкафчик, в который я складывал эти деньги. В основном, там были по 2 гривны, по гривням, потому что это были деньги, которые мне давали. Какую сумму ты накопил? Самую большую? Сколько шкафчик тебе выдал? И я помню, это то ли 1000 гривен было, то ли полторы тысячи гривен. Вот такие деньги. И я прекрасно помню тот момент, когда в 6 или 7 класс был, я купил себе машинку на радиоуправлении. Сколько же ты копил-то, Александр? Это было долго, это было несколько лет. И я прекрасно помню, что папа может мне купить эту машину. Ну да. Но он был воспитан не в такой семье. В образовании вопросов нет. Здесь он деньги не жалел. Но в какие-то развлечения, в какие-то там... Карманные деньги, как такого понятия, у меня не было, они появились у меня на первом курсе. До этого времени, как такового понятия не было. Я никогда не шоковал. И только начав зарабатывать свои деньги, я могу себе что-то позволить. А сейчас время послушать второго свидетеля, твоего папу, касательно именно того, как он тебя видел и как он оценивает собственное воспитание, которое он тебе дал. Смотри, пожалуйста. Ну, папа такой человек, он достаточно требовательный, особенно требовательница своих родных. И ему постоянно мало, у него постоянно хочет лучше, хочет больше. Мне запомнилось, когда Саша шел на Украина Май Талант. Папа говорит, сколько ты пародируешь? Ну, тут вот я набросал 10 человек. Нет, подожди, дорогой, давай 20. Надо больше, больше, больше. Папа постоянно ставил такие цели, постоянно критично. Критика для него неприятна. Чому? Потому что батько завжди говорит то, что думает. Батько не лукавый. И, мабуть, только один батько ему скажет ту правду, которую он, возможно, и не хочет слышать. Самое первое обмежение было в его часе. Ему нужно было в школу идти, вивчити уроки, позаниматься музыкой, позаниматься вокалом, час выделять на спорт. И, соответственно, он был настолько занят, что у него часа на улице не было и на друзей. Батька, я умовляла, чтобы день не давил на него. Я зачастую стараюсь поддерживать и сказать, что там классно было то и то, а там той же мне сказали, что там сподобалось. Если дитину будешь очень баловать, значит, соответственно, не достигнуть тех результатов, которые хотелось мне достигнуть вместе со своими детьми. Сегодня хочет достигнуть очень быстрых результатов. А я считаю, для того, чтобы достигнуть профессионального результату, нужно обязательно научиться. Я ему рекомендовал, чтобы он не кидал саксофон. Но он этим инструментом сегодня не занимается. Не занимается достаточно актерским мастерством. Ему нужно пойти до хорошего репетитора. Ему этого не хватает. Он до этого прийде. И обязанно прийде. Я в это верю. Слезы в глазах, Саня. Он критикует тебя и сейчас. Да. Это мой папа. Это мой папа. Это правда. Когда к нему приходишь и показываешь номер какой-то либо шутку какую-то, первое, что он говорит, но дивись, вот тут треба допрацювать. Он очень критичный человек. Ты начала программу с того, что я самый молодой участник этой программы. Я уверен, что если бы не было такого папы, я бы таким не был. Я считаю свою папу вот тем папой, которого я хотел. Я бы не хотел, чтобы он был другим. Назови мне тот момент, когда ты все-таки разломил эту связь, которая строилась между тобой и папой исключительно на том, что ну вы все трое сегодня произнесли на вот этом надо. У меня был случай, когда у меня была какая-то там юношеская влюбленность в Москве и я поехал к этому человеку. Я не считаю, что я сделал что-то плохое. Совершенно естественное чувство в таком возрасте. Тебе не разрешали ехать или что? В чем была проблема? Да, мой папа был очень сильно против этого. Вот этот вот момент, когда папа понял, что я могу делать не так, как он хочет, не так, как он говорит. А это собственно как? Это непререкаемая какая-то позиция? Нет, но мой папа, он такой человек, который, он говорит, я против этого. Он говорит это таким тоном, что ты понимаешь, что он против этого. Ну, я сделал. И в дальнейшем, когда в твоей жизни появилась большая любовь, когда ты уже был в Киеве и встречал женщину, которую ты полюбил, и отношения, с которой затянулись, продлились, вернее, на несколько лет, это тоже не пришлось ему по вкусу. Он на меня очень сильно обиделся и обижался. За что? И он не мог этого пережить. За то, что ты не слушаешься? За то, что вообще я могу, имею право на самостоятельную жизнь. твой отец обиделся на тебя за то, что ты имеешь право на самостоятельную жизнь. Ты слышишь, что ты говоришь? Мне кажется, что до этого момента я никогда ему не говорил нет. А сейчас я сказал нет. Его смущали какие-то обстоятельства дополнительные? То, что она старше тебя на 10 лет, по-моему. То, что она очень серьезный телепродюсер, очень влиятельный. Ну, она, в общем, фигура достаточно серьезная в телевидении. Не смущал его набор этих моментов? Он в целом как бы не очень был знаком. Поэтому потому что он не хотел или ты не хотел их знакомить? Ну, как-то он на меня обиделся и все. Вообще, что ты в отношениях в этих? Я пытался разговаривать, что папа это в любом случае я имею право на свою жизнь. Какой ты получал ответ? Имеешь но я считаю это неправильно. Он в целом считал, что я не готов к самостоятельным отношениям. Почему он так считал? Потому что мой папа приверженник того, что ты должен до 30 работать. В 30. Вот как стукнуло только Новый год. 1 января ты встретил свою любовь. Потом вы так повстречались, проверили отношения. В 32 вы женились. В 33 у вас ребенок. Есть еще всегда путь, по которому можно пойти, это через маму. К примирению, через примирение и дружбу любимой и мамы. Такой путь ты не пробовал? Мама меня больше понимала. Она говорила, что она на твоей стороне и все время тебя защищает. Мама всегда была на моей стороне. И было не важно, что я делаю. Она всегда считала, настоящая мама. Это правда. Через нее ты не пытался повлиять на отца? Конечно, пытался. Мой папа 20 лет работает руководителем. И своей семьи тоже. Мой папа руководитель везде. Послушаем теперь твою очаровательную маму. Мені дуже хотілося дівчинку. Я працювала в аптеці, мені там порахували. Коли необхідно завагітнити, щоб була дівчинка. І коли результати УЗІ сказали, що там дівчинка, а наш папа сказав, я на 99% впенений, що в нас буде хлопчик. І коли свиродився Саша, я думаю, де ж узявся там хлопчик, там же була дівчинка. Коли йому було рік-рік з чимось, маленький він ще був, у нас трапився такий нещасний випадок. На фоні високої температури в нього були судороги. І судороги призвали до того, що в нього була клінічна смерть. Я просто тримала його на руках, і він так посинів, і все, і перестав дихати. Коли нас забрали в реанімацію, декілька днів, я взагалі не спала, я молилась. І просто молилася, щоб він не помер. У мене дуже трепетне відношення к родителям, і я їх дуже сильно люблю. Ти помниш, скільки в ремені продлилась це остре напряження в ваших відношеннях, спряженне з розв'язку з розвитием вашого страстного романа з цей девушкою. я ім'я ім'я не називаю, я знаю, що ти цього не хочеш. з цього не розв'язку з цього не розв'язку. Это прям страшная совместимость. Нет, ты начинающая артистная телеведущая, а она уже опытный телепродюсер. Не маете про что плеткувати под час обедней перерывы? Тогда не пропустите наши зерковые новины. Будьте осторожны. Успехов! Я спрошу прямо, она помогала тебе в построении твоей дальнейшей телевизионной карьеры? Ваши отношения поспособствовали этому? Вот ты очень правильно сказала. Это очень умный человек. Изначально она донесла мне очень правильную мысль. На телевидение по договоренности попасть практически невозможно. Ну, либо ты как попадешь, так и вылетишь. Если ты не нравишься, тебя не навяжут никогда. И в моей жизни не было ни одного звонка, чтобы кто-то за меня договаривался. И я этим безумно горжусь. И я безумно благодарен ей за то, что она донесла до меня именно эту информацию. Потому что мой папа, он не раз мне предлагал в том, что давай, может быть, мы там где-то через кого-то, какие-то знакомых найдем, чтобы как-то устроили. Я был категорически против этого. И это благодаря вот этому человеку. А ты просила ее об этом? Нет. Она помогала мне в основном советами. И это были умные советы. Я был парень... Жил с родителями, а тут у меня самостоятельная жизнь. И очень важно... С очень сильной женщиной. И очень важно, чтобы в такой момент оказался правильный человек рядом с тобой. Человек, который тебя поддержит. Человек, который направит тебя. Человек, который заставит тебе себя поверить. И будет рядом с тобой. Да, она сделала это. Она была именно таким человеком. Ты сразу влюбился. Вот как в тебе это произошло? В человеке, который, как я уже недвусмысленно поняла, жил в какой-то системе координат, четко выстроганной отцом. Ощутить какой-то огонь, да, взрыв внутри. Это весьма очень такая сложная штука. Как у тебя это произошло? Это была редкость. Это была редкость ощутить какой-то взрыв. И, ну, наверное, я... Сразу или нет? Сразу почувствовал, что это вот тот человек, который... Влюблен. Да. Ну, потому что, если бы это не была любовь, я бы не был так уверен в этом. Ну, и, скорее всего, тебе не хватило бы сил пойти на такой конфликт с отцом. Вы были в браке с ней и развелись. Чтобы мужчина в 20 с небольшим сделал предложение, мне кажется, что это очень серьезный шаг. Для такого продуманного, практичного, не допускающего ошибок в своей жизни парня, это очень сильный шаг. Я не могла это замолчать. Не могла. Потому что это бесспорный штрих к твоему портрету. Ведь можно было жить гражданским браком. Это модно, популярно. Это круто, многие считают. Особенно представители твоего поколения. Это вовсе не обязательно нужно делать. А почему сделал ты? Это любовь. Все очень просто. Человек, который делает такие поступки, он может руководствоваться только любовью. Да, я молодой парень. Зачем? Но у меня были очень серьезные намерения и очень большие планы. Ну и в принципе это всегда, когда ты стоишь в ЗАГСе. Я считаю, если ты не готов, если ты сомневаешься, зачем ты это делаешь? Ты не сомневался. Я был уверен в этом человеке. И я делал это, потому что я хотел это сделать. Планы, ты говоришь, были большие. Это про семью, про детей, про что? Конечно, конечно. Про семью. Про творческие какие-то союзы, про проекты, про нет. Нет, ну почему здесь творчество? Ну как, я не могу, ну как, это нормально. Много людей из одной сферы создают. Семья и работа, это две разные вещи абсолютно. Много примеров, когда люди творят вместе. Она продюсер, он звезда. Для меня это действительно мой любимый человек. Человек, с которым я хотел создать семью. Человек, с которым я хотел иметь детей. И ничего больше. Какая, причем тут работа, это то, что приходит и уходит. Проект появляется, проект закрывается, появляется новый. Но здесь речь идет о стопроцентном понимании. О том, когда вы понимаете друг друга с полуслова. О том, когда вы проводите 24 часа в сутки, несколько дней подряд. И вам не скучно. Вам есть о чем поговорить. Вам есть что делать. Вот это самое ценное. Почему вы развелись, Сашенька? Ну, наверное, эти отношения, ну вот, они зашли в тупик, из которого не было выхода. Мы расстались абсолютно обоюдно по нашему общему согласию. И мне кажется, лучше сделать это тогда, когда вы понимаете, что это нужно сделать. Чем сделать это, чем сделать вообще, например. И понять это через 20 лет. Но также есть случаи, когда многие пары проживают 20 лет, и на третьем году совместных отношений, вот как у вас, просто происходит кризис, из которого можно путем общих усилий, я не знаю, терапии, поездок, всяких разных приемов склеить, жить дальше, перезагрузить, да? И жить дальше, это я проходила. И очень много людей, да все, наверное, кто в союзе пребывают с родным человеком. Мы старались это сделать. Старались, да? Но у нас не получилось. Когда страсть и любовь, и круто все понеслось, и семья была против, это понятно. А когда кризис в твоем браке, и тебе, мягко говоря, нехорошо, семья какую роль в этом играла? Они знали об этом? Когда ты женишься, когда у тебя появляется своя семья, тогда это и есть твоя семья. И твои родные и близкие, это люди, которые могут тебе советовать, они могут тебя поддерживать, но они не могут решать за тебя. Ну, для мамы любой, мне кажется, болезненно, то, когда сын переживает не самые лучшие минуты жизни. Что она тебе говорила? В каких словах была ее поддержка? Главное, чтобы ты был счастлив. Чувствуй, чувствуй сердце. Не думай головой, чувствуй сердце. А что говорил папа? Папа спустя два года оттаял. Он понял, что моя самостоятельная жизнь, она неизбежна. И Может, он и не хотел бы, чтобы вот так было, потому что в его идеальный план все должно было быть по-другому. Ну, да. Ну, не раньше 28. Эти два года, они были очень сложные в отношениях. Он обижен. И непонимание. И спустя два года он стал легче все это переживать. И все вокруг ему говорили, что его нужно отпустить. Это его фраза. Фраза его друзей, знакомых. Его нужно отпустить. И спустя два года он сказал мне фразу, которая меня порадовала, наверное. Я отпускаю. А что сейчас с вашим сердцем, Александр? Оно свободно? Мое сердце не свободно. У меня есть девушка. И у меня есть отношения. У меня должен быть рядом человек, который меня будет поддерживать, который будет моей близкой душой. Человек, с которым я могу поделиться абсолютно всем, что у меня находится в душе. И сделать это с легкостью. И для меня это очень важно. Поэтому такой человек для меня необходим. Я холостяцкая жизнь. Это на первый взгляд кажется. Конечно, я уверен, что сейчас очень многие и ты, наверное, могут подумать, как так можно? 24 года. Вроде есть карьера, работа. Но зачем? Да, зачем, кажется, в первый взгляд. Но... Что, зачем? Союз? Зачем? Зачем вообще отношения? Можно же еще... Мне всегда нужны, Александр. Я за отношения. Я слышал просто очень много таких реакций в свою сторону. Почему? Да ради Бога. Гуляй. Вот эта вот фраза еще. А, я поняла. Зачем спешить опять? Конечно. Как себя с чем-то связывать? Твоя, наверное, личная необходимость. Это первое. А второе... Сердце, оно же не выбирает дату. Оно само скажет в определенный момент, когда нужно. И если ты его не послушаешь, ты можешь быть полным идиотом. А эту девушку ты уже познакомила с мамой и папой? Нет. Мы не так долго встречаемся на самом деле, поэтому... Но они знают о том, что у тебя уже есть отношения новые? Они знают, что у меня есть девушка. Но как бы... Я считаю, что с родителями нужно знакомить тогда, когда это уже что-то такое серьезное, которое... Завтра свадьба. Вот так вот. А, вот так вот. То есть у меня так в семье. Для моего папы... Мой папа никогда не знаком со своими девушками. Это... Он считает, что вот когда это будет что-то такое очень серьезное. Ну, там, когда надо будет просто узнать, на эту дату вы можете на свадьбу прийти или нет. Тогда, пожалуйста. До этого зачем? Интересно. Бесспорный, так сказать, как сказать, метод, особенность, которая передалась тебе от отца твоего, это желание или необходимость все планировать. даже вот он тебя заставлял планировать не то, что жизнь на ближайший там месяц, да, год, а на 10 лет ты должен был ему писать план на 10 лет. Правда, такое было? Конечно, конечно. Можешь ты мне назвать первые три пункта своего плана, планирования, хотя бы? Первый пункт это сольный концерт и развитие именно как юмориста-пародиста. Второй пункт это семья. Третий пункт просто не хочется путать работу и семью. Это две разные вещи. Ты имеешь в виду, ты не можешь приоритетности выстроить работа или семья. А, это интересно. Вот. Не знаешь, что поставить первым пунктом? Работу или семью? Ничего не хочу ставить. А третий? Я знаю, что если... Я хочу какой-то социальный проект в связи с событиями, которые происходят в нашей стране. Я никогда не умел заниматься чем-то одним. Я сейчас работаю на телевидении, я работаю на радио, у меня есть мероприятия, и вот сейчас я еще запускаю свой... Концертную вот такую программу. Концертную деятельность. Я сейчас собрал группу авторов, которые будут заниматься написанием этого концерта. Это такие хорошие три месяца работы над сольным концертом в полтора часа. которые впоследствии, я надеюсь, что... очень многие смогут увидеть, и это получится что-то хорошее. Потому что, когда ты начинаешь писать юмор, это что-то непредсказуемое. И это всегда очень сложно. Юмор это субъективная вещь, и к ней очень сложно подходить. Юмор это самый сложный жанр, который вообще существует. Мне кажется, драму написать легче, чем юмор. И я не хочу забегать наперед, но я очень хочу, чтобы через 3-4 месяца, а то и полгода, зрители телеканала Украина встретили сольный концерт уже юмориста, не телеведущего, юмориста-пародиста Александра Скичко. Я думаю о финальном вопросе. У нас состоялся с тобой непростой разговор, и я повторюсь тебе за него признательно. И надеюсь на уже и откровенность в финальном вопросе, потому что уже много всего произошло в твоей голове, видимо. Можешь ли ты мне назвать главную ошибку, которую ты совершил к своим 24-м годам? Не смогу. Еще не совершил. Все, что у меня происходило в жизни, это опыт. И я не считаю это ошибкой. Ничего. То, что кому-то может показаться ошибкой, я считаю это моим выбором и правильным выбором. и большой ошибки вот такой, которая для кого-то может показаться, что это ошибка, я не могу назвать. Ты отключился полностью от своего отца, от системы, выстроенной им, или нет? Я... Мой отец меня отпустил. И в данный момент возникает или нет? Мнение моего папы мне важно. Но все равно окончательный ответ за мной. Мой папа... Я добился того, что мой папа меня... Он уважает мои успехи, то, что я делаю. Он редко это говорит. Я, наверное, слышал это два раза в жизни максимум. И то я не вспомню этого. Но я знаю, что он уважает меня. И я не хочу его подвести. Я хочу достигнуть больше, чем он. И... Сейчас тот момент, когда я могу позвонить за советом, но все основные решения принимаю сам. Что скажет твой папа, посмотрев наше сегодняшнее интервью? Позвонишь ему? Или он тебе позвонит? Как ты думаешь? Как будет? Я думаю, первое, что он скажет... Да, сыночек. Не, ну, конечно... Ну, ну, не то. Не то. Ну, нужно было про все сказать. Нужно было вот тут поговорить. Ну, ну, так в целом нормально. Не звони. Пускай сам позвонит. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok